После приватизации здания бывшего кинотеатра Чатеркуль в 2010-м объект был передан на баланс государственного молодежного театра Учур. За это время учуровцам выдали всего 3 миллиона суммов на проведение в порядок заброшенного здания и возобновление работы творческого коллектива. По предварительным расчетам для того, чтобы отремонтировать здание творческого учреждения необходимо порядка 25 миллионов суммов. Актриса театра Учур Динара Кадырмаева работает в театре со дня его основания, то есть с 2001 года. По ее словам, несмотря на ужасные условия, коллектив все же решился в следующем месяце поставить комедийную пьесу. У нас нет отоплений, холодно, все актеры подряд болеют, не воды. Серьезно, если так посмотреть, очень тяжело. Но несмотря на это мы работаем. По подсчетам руководителя молодежного театра Учур Шершенбека Шейшенова, для капитального ремонта здания необходимо несколько десятков миллионов суммов. Между тем артистам надо работать, а для постановки только одного спектакля нужно порядка 300 тысяч суммов на декорации, костюмы, гонорары. Год 4-5 миллионов выделяли постепенно. Сегодня мы в полноценном театре работали. Света нет, вот сами видите, и сидений нет. Пригласим СМИ, пригласим зрителей. И хочу пригласить чиновников, депутатов, чтобы они посмотрели. Может быть, в этом году, как-никак, год истории и культуры, может быть, обратят внимание на наш театр. В начале апреля творческий коллектив намерен поставить пьесу «Трактирщица» итальянского автора Карло Гольдони. По словам представителей театра, за год при нормальных условиях они могли бы ставить по пять спектаклей. В неотапливаемом здании, в общем-то, дискомфортно работать. Многие актеры болеют, естественно, приходится отменять репетиции. Год культуры и истории, я думаю, должны обратить внимание. Хоть как-то оснастить этот театр, помочь, например, сделать гримерные комнаты. Для кого театр существует? Именно для зрителя, для подрастающего поколения, которые должны приходить и смотреть, эстетизироваться, воспитываться. Молодежный театр «Учур» расположен в тихом уголке столицы. Однако один только внешний вид культурного учреждения отпугивает не только заядлых театралов, но и обычных зрителей. Усен Кульбаев, Весентур Абыкеев, Общественный Первый канал.